В концертном объединении прошел вечер памяти поэта и писателя Владелена Ивановича Машковцева. Многогранность творчества и жизненного пути Машковцева подчеркивали не столько выступлений и концертные номера, сколько люди, которые пришли вспомнить литераторам. Дети и взрослые, чиновники и артисты, казаки и педагоги, библиотекари и журналисты. Когда стихи льются песней, в рассказе Елены Ткач. У нашего города есть визитная карточка. Первая палатка – бессмертные стройки Бориса Ручьева, посвященные первостроителям магнитки. Через четыре десятка лет на памятном кубе, установленном в честь выплавки стали, появятся стройки теперь уже ученика Бориса Ручьева – Владелена Ивановича Машковцева. 26 сентября ему бы исполнилось 90 лет. Я этот зов в огромном шумном мире несу через тревоги и дела. Я рослым парнем вышел из Сибири. Меня в лесу березка родила. Владелену Машковцеву было 17, когда начались его рабочие университеты на площадке Треста Магнитострой. Первые стихи появились лишь только в 26. Но талант молодого поэта был настолько очевиден, что именно ему Борис Ручьев настоятельно рекомендовал поступить в Литературный институт имени Горького. И талант из магнитки смог пробиться. Стихи, проза, публицистика, исторические романы. Но сегодня поэт Машковцев со сцены зазвучал иначе. Будут звучать больше 10 песен на стихи Машковцева. Это вообще невиданный случай, когда на стихи автора столько песен написано. По крайней мере, в моей практике такого еще не было. И практически все песни премьерные. То есть они будут звучать первый раз. Говорят, когда стихи читают со сцены, они обретают новый смысл. Но облеченные в музыку начинают жить новой жизнью. И важно, что этот литературный вечер, уже традиционно организованный бессменной ведущей вдохновителем Натальей Троицкой, стал импульсом к талантливому звучанию, как поэта, так и исполнителей. Лирика и не только. В 80-е годы прошлого столетия именно Машковцев стоял у истоков возрождения Оренбургского казачества. Был избран первым атаманом станицы Магнитной. В 1995 году Владелин Иванович был награжден Серебряным крестом за возрождение Оренбургского казачества. Росли ватаги сабельный удар, Карал врагов соседей неустанно. Они возмездие встали для татар, Проклятием для турецкого султана. Каждое слово мы буквально взвешивали и разжевывали со студентами, чтобы понять и осознать вообще, о чем речь. То есть такой огромный промежуток времени взят, 400 лет, и заложен в одну песню. Когда Машковцев выходил на аудиторию, публика молниеносно попадала под обаяние его творческой ауры. Прекрасный оратор, трибун, могучий характер, он и стихи свои читал по-особенному, всегда тонко передавая настроение. Он по-разному читал. Иногда тихо, иногда зажигательно, громко и яростно. Даже фотография, он там и стоит, вон, в Магнитогорском рабочем. Ну, по-разному, соответственно, характера стихотворения. Будем вечно помнить все, что было. Как мы шли от первого костра, Как Россию грудью защитила В грозный час магнитная гора. Будет вечно все, что мы построим, Будет вечен и прекрасен труд. И потомки городом-героем Город наш рабочий назовут. Писатель с неспокойным, отзывчивым сердцем Владилен Машковцев. Матеры-человечище, говорили о нем современники. Харизма, сказали бы сейчас. Елена Ткач, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова